привет и давайте сразу начинать с вопроса 100 ваших желаний назовете сейчас или нет и как вам легко будет это сделать ладно конечно я не буду ждать пока вы напишите 100 своих желаний и скорее всего вам для этого понадобится много времени или вы вообще в ценном не сможете выполнить эту задачу где-то на 30 мозг уже кипит но даже если вы сделаете что будет если я попрошу вас сделать это завтра и послезавтра какова вероятность того что вы назовете те же 100 желаний что и сегодня я думаю очень-очень небольшая если вы не гений и не обладатель паранормальных способностей блин если да то давайте познакомимся в комментариях именно для того чтобы вычленять эти 100 желаний и знать что они действительно ваши не навязаны соцсетями не навязаны сыном мамины подруги мамой общественностью еще чем-то именно для этого я использую своей жизни такой инструмент как карты желаний не примешиваю туда что-либо паранормальное магическое мистическое даже какое-то визоляционное типа я увидел я поставила картинку поэтому это моя жизнь пришла вообще без этого ребят давайте сейчас исключительно на том как с практической точки зрения может помочь такой инструмент как карта желаний в этом видео поговорим про то как выглядит классическая карта желаний такие у нее есть минусы на мой взгляд как выглядит карта желаний digital и почему у нее много плюсов и как выглядит она у меня а еще расскажу вам как это помогает вычленять свои цели смотреть свой прогресс и вообще идти туда куда хочется именно вам и быть от этого удовлетворенными все давайте начинать и начнем мы с классического формата карта желаний ребят должна сейчас быть магия но давайте обойдем магию и рассмотрим именно ту причину по которой мне нравится работа своей жизни с форматом карта желаний не обременяя ее чем-то магическим или марафоническим вот этим вот посмотрел получилось визоляционным есть какие-то намеки на психологию действительно доказательную медицину и психотерапию в том чтобы делать свою карту желаний но я не подхожу с этой стороны не подхожу со стороны магической я подхожу исключительно с практической точки зрения и вторая у меня точка зрения про удовольствие про то как это красиво визуально и просто небольшое хобби я не верю в это как в полумагический инструмент как психотерапевтический инструмент возможно верю но не пользуюсь но я точно верю в это как инструмент который помогает лучше себя понимать который помогает более качественно ставит свои цели. Большинство из вас, особенно раз вы кликнули на это видео, знакомы с форматом, таким классическим, карты желаний, когда вы садитесь, берете все журнальчики, что есть, подготавливаете какие-то распечатки, обкладываете этим всем, включаете, не знаю, фильм, свечи, выключаете, приглушаете свет и начинаете вот это коллажирование, вырезание и времяпрепровождение такое интересное. И это неплохо, и если вам это доставляет удовольствие, то круто, просто для меня это не работает, и в этом есть несколько недостатков. Плюсы, плюсы. Это приятный тактильный процесс, и в целом процесс, который можно провести не в гаджетах. Минусы лично для меня. Первое, это ограниченность вариативности ваших желаний, и в части по визуализации вы или очень хорошо готовитесь, а зачем эта карта, если не в потоке создавать что-то и думать, о боже, я сказала в потоке, извините. Блин, есть у меня для этого картинки или нет? Найду я что-то похожее или нет? Блин, там, если я сейчас вот это напишу, мне потом надо распечатывать, или это будет просто текст, а какой смысл тогда в визуальном формате? Вот мне не очень нравится эта часть, что вы достаточно ограничены тем, что вы хорошо подготовились, еще, блин, надо готовиться, вообще фигня, и в том, что если не подготовились, то выбирайте из того, что есть, коллажируйте из того, что есть. Конечно, ограниченность всегда ведет к каким-то классным новым идеям, но для меня это минус. И второй минус, который, наверное, даже перекрывает первый, это сложная изменяемость. Да, карты желаний есть не только в виде коллажа, они есть в виде доски, и вы туда прищепляете какие-то картиночки, тогда этот минус можно отметать, но в классическом формате вам очень сложно что-то убрать, что-то добавить, это не гибко, вам надо или переклеивать наверх, или отдирать, или делать что-то новое, до чего вы, скорее всего, не скоро доберетесь. То есть какая-то очень сильная непрактичность. И третий минус, который для меня перекрывает и два предыдущих, вообще просто полностью, это нетранспортабельность такой карты. Вряд ли вы положите ее в чемодан, очень вряд ли. Да, с одной стороны, это просто лист бумаги, который можно сложить, с другой стороны, ну, если ее сложить, это уже не то, ради чего мы вешаем эту карту перед собой. И у меня сейчас такой период в жизни, когда мне надо иметь возможность собрать вещи важные для меня быстро и переместиться куда-то в другую страну, например, и это вообще не подходит. Когда у меня карта желаний в диджитал формате, мне вообще не надо об этом думать. Я максимально отцифровала все документы, что могу отцифровать. Я отказалась от блокнотов, я отказалась от всех бумажных вообще вещей, чтобы не занимать им место, чтобы иметь большую безопасность в их конфиденциальность и вот так вот перемещаться с собой. Так что такие минусы. Что же, что же мы можем делать для замены? Подсказочка в названии этого видео. Все минусы прикрывает цифровой формат карты желаний. И для меня идеальным цифровым форматом и приложением... Приложение можно говорить? Да. Приложение же. И приложением, в котором можно все это осуществить, стала Доска Мира. Начнем с того, что это бесконечная доска. Уже плюс. И продолжим тем, что вы можете добавлять, убирать, делать ту структуру, которую вы захотите в любой момент времени. И продолжать тем, что вы можете добавлять туда любое количество картинок, все, что найдете в интернете, менять структуру в любой момент, расширять ее до неограниченных масштабов, сужать ее до минимальных, делиться какой-то частью, распечатывать какую-то часть, переделывать структуру. Просто все, что угодно. Мира с этим справляется идеально, потому что оно сделано именно под задачи бесконечных досок. И сейчас давайте посмотрим тот формат и тот шаблон, который я выбрала для себя. Вы знали, что вы можете поддержать развитие этого канала. Как всегда, внизу в описании под видео есть ссылка на мои бусти и кофе, как вам удобнее. Вы можете проспонсировать появление на этом канале нового микрофона, человечного, адекватного. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе для бодрого настроения при подготовке нового материала к новым выпускам. Ну и, конечно же, лучшая ваша поддержка это лайк, подписка и комментарий. Спасибо за внимание. Давайте продолжать. Так выглядит моя карта желаний сейчас. У нее есть центр, у нее есть, тут не очевидно, но это сферы и правила работы с ней. Мы далее с вами все рассмотрим поближе. Сейчас же пару слов о таком формате и вообще того, чем он навеян, почему написаны именно такие правила, почему выбраны именно такие сферы жизни. Отступление. Есть бусти, есть кофай. Пожалуйста, киньте монету на новую мышку, не работает. Так, о боже, у меня сферы в карте желаний. Это здоровье, карьера, путешествия, дом, любовь, брак, хобби и богатство. Это не классические сферы, они близки с классическими, но я взяла те, что важны мне, про которые мне приятно помечтать. Мне в целом приятно допускать мысль о многих вещах, что эта вещь возможна. И это, кстати, еще один плюс карты желаний, потому что в жизни мы иногда боимся даже себе что-то допустить, дать это допущение, но это даже с психологической точки зрения важно для того, чтобы верить и идти к чему-то, во что мы верим. Тавтология. Но, но, давайте на примере. Кому-то сложно даже подумать о том, что возможно 10 раз в год путешествовать. Это точно не случится в своей жизни, пока он не будет миллиардером. Но когда мы себе ставим то, что 10 раз в год путешествовать возможно, то открываются абсолютно новые пути, что это не обязательно дорого-богато, да, и это также работает с другими вещами. Можно, находясь на том уровне, на котором вы сейчас, уже сейчас реализовывать вещи, которые вам кажутся невозможными. То же самое с какими-то крупными покупками, еще с чем-то. Ну, тогда мы осваиваем бюджет, введение, планирование, финансов. И это не обязательно быть в 15 лет звездой ТикТока, чтобы что-то себе позволять, что действительно хотите именно вы. И возвращаясь к карте желаний, вы можете брать классические сферы. Это просто любая ссылка в интернете первая. Вы можете из этих классических сфер составить те, что важны вам. Структура, расположение, вот этот Шанхай, хай-фай, как это называется, стынова. Это не важно. Цвета каждой сферы тоже не важны. Их положение к северу, югу и западу, востоку в вашей карте желаний тоже не важно. Я на всякий случай это очерчиваю. Мы здесь тут за этим инструментом, только для того, чтобы позволить себе о чем-то думать и вычленить из этого действительно свое желание, а не то, что у подружки есть, а у меня нет. Также у меня здесь есть в моем шаблоне правила работы. Я их писала, потому что изначально думала, что мы будем совместно с моим любимым человечком это делать, но у него ручки не дошли, поэтому делюсь с вами. Надеюсь, кому-то пригодится. Тут все то же самое, что я только что рассказала, просто кратко. И то, как пользоваться. То есть, вы на каждую сферу находите картинку, пишите максимум два-три слова пояснения, потому что это все-таки визуальный формат работы, и перетаскивайте это все так, как вам удобно. Как работать с мира? Я думаю, тут все интуитивно достаточно понятно. Если вам надо загрузить картинку в мира, то вы просто вот здесь нажимаете на upload и выбираете, откуда вы хотите загрузить. Чтобы что-то перетащить, вы меняете, вы просто нажимаете на картинку и тащите. Если вам надо перетащить сразу большую область, чего-то вы уже сделали, вот, например, у меня тут по группам, у меня есть группа хобби. Я хочу эту группу вообще передвинуть. Вот, предположим, я еще отдалю, я хочу, чтобы она подальше была, вообще, все, хобби мне уже не нужны. Я решаю, что она устарела, но удалять не хочу. Тогда мы берем просто из инструментов такое лассо, выделяем этим лассо всю область, которую мы хотим перетащить, выделили, и просто зажимаем и тащим, куда нам надо. Очень просто. Просто для примера, наверное, покажу как раз вам область в карте желаний хобби, не буду все показывать. Не сказать, что она супер личная, но не покажу. Хобби. У меня тут картинки, чего бы мне хотелось попробовать, и краткая надпись, чтобы не забыть, зачем я вообще эту картинку сюда вставила. Можно было бы заморозиться и сделать коллаж? Можно. Сделала бы я тогда вообще карту желаний? Я не думала. Поэтому предлагаю вам просто взять, сесть и сделать, подходить. Картинке уже немалая работа, я вам скажу. Особенно, если вы гиковски к этому подходите и ищите те картинки, которые вас вдохновляют. Мне нравится сделать такую карту и чекать ее раз в полгода. Смотреть, какие вещи для меня утратили смысл, какие вещи стали ближе, и иногда есть вещи, которые сбыллись. И вот когда, конечно, в карте желаний видно вещь, которая сбылась, конечно, есть налет магии в этом, есть налет визуализации, что, боже мой, я визуализировала эту херню. Но если покопаться, немножко вглубь, посмотреть, какие шаги были совершены для того, чтобы эта вещь в жизни сбылась, то понятно, что магического в этом ничего, какие-то знаки вселенной может быть. Есть вещи, которые долго висят на доске, и это тоже не просто так, это какой-то повод задуматься, туда ли я иду, то ли я делаю, все, еще они для меня ценные, а если они для меня ценные и так желанные, почему я в эту сторону ничего не делаю. То есть, это такое планирование без слишком глубокого погружения в какие-то пятилетние планы, десятилетние планы, планы на жизнь. Я еще не на том уровне развития, когда у меня есть такой огромный план на жизнь, но у меня есть карта желаний, в которой я тоже могу отслеживать свое направление. Вот так я бы сказала. И в заключении этого видео я скажу, что это в целом инструмент, который стоит применять, если вам это доставляет удовольствие, как и с любым инструментом. Если вам в кайф, делайте, фотошопьте лица, не знаю, на свои, углубляйтесь так, как вам захочется, делайте это в бумажном формате, в цифровом формате, если поделитесь в комментариях, делали ли вы когда-нибудь карту желаний, как вы к этому относитесь и как вы относитесь к цифровому варианту, мне было бы гиперинтересно. Это супер место для вдохновения, для какой-то своей мотивации личной и для того, чтобы очертить себе ореолы того, куда вы хотите податься и чего вы хотите. Потому что, если вы в начале видео с трудом бы ответили на вопрос, что я хочу, 100 желаний за раз, то имея такую карту, я уверена, вы бы на этот вопрос ответили с легкостью и на следующий день и знали бы, что это хотите именно вы. Спасибо вам за внимание, спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрите этот канал, обязательно подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, ставьте пальцы вниз, пишите комментарии, давайте пообщаемся, можете утащить этот шаблон в мира себе, хотя тут ничего вообще такого нет. Я вам напоминаю, что на этом канале мы с вами создаем свою идеальную цифровую инфраструктуру во всех возможных и доступных приложениях. В большинстве я с вами говорим про Notion, но иногда отвлекаемся на такие темы, как мира и сопутствующие программы. Увидимся с вами на этом же месте на следующей неделе. Целую, обнимаю, пока!